Добрый день, я автор естественной версии гибели группы Дятлова. На форумах зарегистрирован под ником Владимир П. Приветствую участников конференции 2023 года. На мой взгляд, ключом к разгадке тайны гибели группы Дятлова являются первые минуты нештатной ситуации, возникшей в палатке. Затем группа также нештатно покидает палатку, и последующие события, приведшие к гибели туристов, это уже следствие произошедшего в первые минуты. Как же узнать, что произошло в палатке? Для этого, как мне странно это звучит, надо спрашивать саму палатку. Точнее разобраться с ее состоянием на момент обнаружения и понять, почему она находилась именно в таком состоянии. Палатка была обнаружена 26 февраля 1959 года на склоне горы Халачахль. В таком виде она была сфотографирована, вероятнее всего, на следующий день. Поисковики уже изрядно поковыряли снег, переставили лыжи, заглянули под полотно палатки, но еще сохранилось много элементов, не претерпевших изменений. В первую очередь, это передняя стенка палатки, полотно которой придавлено затвердевшим снегом наметенного сугроба. Передняя, южная коньковая стойка тоже вморожена в этот сугроб, и ее положение, наклон и высота не могли быть изменены. То есть положение и конфигурацию вот этого треугольника поисковики изменить не могли, так как все обжато снегом затвердевшего сугроба. На первый взгляд, положение треугольника входа выглядит вполне обычно. Боковые стороны левого и правого скатов натянуты симметрично. Это позволяет многим исследователям утверждать, что вход устоял. А положение нижней грани треугольника на уровне снежной поверхности как бы свидетельствует о том, что дятловцы поставили палатку по штормовому. То есть на снежную поверхность на нижней линии правой и левой сторон крыши палатки, без задействования над снежной поверхностью стенок палатки. Для примеров я использую отзеркаленную фотографию палатки из другого похода. Фото Петра Ивановича Бартоломея. Смотрим на нормальную установку палатки. Чтобы натянуть боковые стороны скатов, нужны веревки-оттяжки, привязанные с одной стороны к углу ската, а с другой к лыжной палке, воткнутой в снег. На лыжной палке делается узел. И обратите внимание, узел на палке находится ниже угла ската палатки. Связка всех элементов создает линию, которую с некоторым допущением можно назвать прямой. В таком положении вся эта связка выполняет свою функцию, и геометрия треугольника входа будет правильной. Если оттяжка оборвется или надломится палкой, исчезает оттягивающее воздействие на боковую сторону ската, и боковая сторона моментально провисает. Это физика и законы природы, и никуда от них не деться. Теперь внимательно смотрим на палатку дятловцев. Оба ската натянуты симметрично, но за счет чего натянута сторона левого ската. Оттяжка, которая должна ее оттягивать, должна находиться где-то здесь, и узел, привязанный к палке оттяжки, должен быть на этом уровне. Однако мы видим, что узел на палке находится сантиметров на 20 выше угла ската, и веревка идет от узла вниз к углу. В результате мы имеем вот такую ломаную линию и совершенно не работающую оттяжку ската. По идее и по всем законам природы, если оттяжка не оттягивает скат, он должен провиснуть и в результате образоваться что-то подобное. Однако ничем не оттягиваемый скат продолжает находиться в натянутом состоянии. В чем дело? Давайте попытаемся понять, при каких условиях вся система должна была правильно работать. Палка оттяжки имеет неправильный наклон. Выравниваем ее так, как она должна стоять при нормальной установке палатки. Левый угол палатки должен находиться чуть выше узла на палке. Поднимаем весь треугольник входа, соединяем все оттяжкой. Вот в таком положении дятловцы поставили палатку. Это сантиметров на 30 выше, то есть стенка у палатки была. Элементы конструкции соответствуют вот такой установке со стенками. Какова высота стенки зависела от вырытой ямы и конфигурации снежной поверхности. В эти подробности вдаваться сейчас не будем. Как же оказалось, что вход палатки первоначально стоял так, а обнаружен был в таком положении. Смотрим на макете. Палатка дятловцами была растянута полностью с лыжной центральной растяжкой. Так как палатка стояла под занесенным снегом уступом, уклон ниже уступа мы видим здесь и здесь, переносимый снегом ветер отрывался от уступа и оседал на скатах палатки. Слушаем Геннадия Александровича Птицына, ходившего с такой же палаткой. Когда поставили эту палатку в стеночку, вот такой вот палатки, вот так вот, и тот ветер, который несся, вот так вот, он задувал за нее, и, знаете, тонной лег на нашу палатку, продавил ее. Вот таким вот образом остались только одни торцы. И тот, кто оказался в середине, я был в середине, на стыке эти палатки. Я попробовал вот так вот рукой, это как в стену, как в пещере, никуда ничего. У Птицынцев середина стык двух сшитых палаток провисла под тяжестью снега. Дятловцы на стыке по центру палатки в дополнение к лыжной растяжке поставили внутри палатки центральную стойку, лыжную палку. Я думаю, они не препятствовали накоплению снега на скатах, так как снег создавал изоляционную прослойку от внешнего холода. В какой-то момент центральная стойка не выдерживает нагрузки метелевого снега, скопившегося на крыше палатки, и ломается на одном из кольцевых надрезов, сделанных на этой палке. Центральная часть палатки движется вниз, обрывается центральная растяжка, а затем и боковые оттяжки. Полотно крыши палатки больше ничего не держит, и оно под грузом снега, лежащего на нем, падает вниз. Так как оттяжка угла ската была короткой, то в какой-то момент весь груз снега, лежавшего на этом участке крыши, повис на бамбуковой лыжной палке. Палка надламывается, и полотно продолжает движение вниз. Бамбуковая палка надломилась и наклонилась в сторону палатки. Оттяжка от палки идет вниз к углу левого ската, который находится практически под наклоненной палкой. Такая же картина на обнаруженной палатке. Такое положение элементов будет только при вертикальном обрушении палатки. Никакие боковые воздействия на палатку такую картину не дадут. Что произошло полное обрушение палатки, свидетельствуют и разрезы на скате. Они делались из положения лежа. Прокол. Разрез 1 и 2 делал дятловец, лежавший третьим от входа. Разрез 3 делал дятловец, лежавший пятым. Кроме веревки оттяжки южного конька 1, на фото мы видим еще одну веревку. Номер 2. Кто-нибудь задавался вопросом, что это за веревка и почему она вообще здесь находится. У нее нет никакой функции. Она ни к чему не привязана. И для растяжки палатки на этом месте она совершенно не нужна. Это длинная веревка. Несколько витков ее мы видим лежащими в основании сугроба. Она тоже была на этом месте в момент обнаружения. Вот прорезь от нее в снежном коме частично развороченного сугроба. То есть эта веревка была вморожена в сугроб и находилась тут еще до прихода поисковиков. Веревка просто перекинута через веревку оттяжки конька. Если бы конек был подвязан стандартно, то эта веревка соскользнула бы вниз и оказалась под снегом сугроба. В таком свободно перекинутом положении она могла оказаться в одном случае, когда веревка конька подвязана выше самого конька. А это можно было сделать только подвязав веревку конька к лыжам. Длинная веревка использовалась для растяжки центра палатки на лыжах. Я полагаю, что после эвакуации из палатки дятловцы выдернули лыжи центральной растяжки, воткнули их перед входом и подвязали к ним веревку южного конька. Принесенная вместе с лыжами веревка центральной растяжки осталась висеть на веревке оттяжки южного конька. О том, что конек был подвязан к лыжам, есть свидетельство Брусницына в деле. Все завалено уже слежавшимся снегом, кроме южного конька, укрепленного на лыжной палке и привязанного за пару лыж. Кстати, вот этот крест, воткнутая в снег перевернутая лыжная палка, является элементом растяжки центра палатки на лыжах. Такие же палки мы видим на фото похода дятлова 1958 года. Только тут одна палка усилена другой, вероятно глубина снега невелика или снег не такой плотный. Почему же боковые стороны ската в палатке сохранились в растянутом виде в столь долгое время, если совершенно очевидно, что веревка оттяжки не оттягивает скат? Почему скат не провис, как это непременно должно было произойти? После полного обрушения палатки на полотне палатки лежит большое количество снега. Я полагаю, что по всей поверхности палатки было несколько сотен килограмм. А пока дятловцы эвакуировались из палатки, там надуло еще какую-то часть. Так как при обрушении палатки трое участников получили серьезнейшие травмы, принимается решение спустить травмированных вниз к лесу, где нет ветра и есть возможность развести костер. Для этого нужна была помощь всех не получивших травмы дятловцев. После спуска к лесу часть группы должна была быстро вернуться к палатке за необходимыми вещами и инвентарем. Чтобы найти место палатки, необходим был какой-то ориентир. Для этого вытащили полотно входа из-под снега и, насколько это возможно, подняли вверх, подсунув под полотно наклоненную палку южного конька. Остальная часть полотна оставалась придавленной снегом, в том числе и скатившегося с поднятой пирамидки. Вся конструкция входа оказалась зафиксированной снегом, поэтому никаких боковых растяжек не требовалось. Темное пятно поднятой пирамидки входа должно было служить ориентиром при возвращении к палатке. Даже ночью на заснеженном склоне темные предметы заметны. В метель, конечно, менее заметны, но вариантов у дятловцев было немного. Скатившийся с поднятого полотна снег образовал рядом с пирамидкой небольшое возвышение. Это высшая точка в пределах палатки. На это возвышение дятловцы положили световой ориентир, включенный китайский фонарик. Так как он лежал на возвышении, его обдувало, но не заметало, так же, как и следы на отдельных участках склона. Второй световой ориентир для возвращения к палатке дятловцы положили в нескольких сотнях метрах ниже палатки на третьей каменной гряде. Из-за временного ограничения докладчиков конференции я не буду показывать в картинках, что произойдет, если в настоящую палатку сойдет лавина, доска, упадет ракета, зверь или человек. Если кто-то пнет эту палку и так далее. Все это рассказано и показано на моем ютуб канале вот в этих видео. Несколько сот тысяч просмотров и никаких серьезных обоснованных возражений в комментариях. Я считаю, что каждый исследователь гибели группы дятлова, имеющий свою версию произошедшего, просто обязан, исходя из посылов своей версии, пошагово объяснить, как из нормального положения палатки или из того положения, которое он считает нужным, получилось вот это положение и состояние элементов, наблюдаемое на фотографии. Параллельно с состоянием палатки необходимо пошагово объяснять и разрезы, как, из какого положения и для чего они делались. Это самое начало трагедии, причем довольно хорошо задокументированное, фотографии, показания поисковиков, записи и рисунки в тетради Масленникова, плюс законы природы и физики дают однозначную картину. И не надо говорить, что там могло быть все что угодно и мы ничего никогда не узнаем. Итак, что нам рассказала палатка? Такое положение элементов палатки говорит о том, что произошло вертикальное обрушение палатки под тяжестью снежной массы, лежавшей на ее крыше. Разрезы палатки делались из положения лежа. У меня есть отдельное видео по разрезам, больше 100 тысяч просмотров и тоже никаких возражений. Самые длинные разрезы 2 и 3 имеют четкие линии, без всяких зазубрин. Это говорит о том, что разрезаемое полотно находилось под нагрузкой разрыва, то есть на полотне лежал снег и при разрезании полотна ткань сразу же расходилась, не собираясь перед ножом. У дятловцев было время для эвакуации из полностью обрушенной палатки, а затем еще и время на поднятие южного конька и подвязку к лыжам. Так что никакого панического бегства от палатки от страха, удушья или чего-то другого у дятловцев не было. Об организованном отходе от палатки говорят и следы дятловцев. По следам у меня есть отдельный ролик, отдельный ролик и по естественной версии гибели группы Дятлова. Благодарю за внимание, мира всем, здоровья и всего самого доброго. Продолжение следует...